Так, я ничего не забыл. Нина? Нина Ивановна. Нина Ивановна, вспоминайте, в каком году у меня купили саженцы? Ну, лет 15 назад. А, по-моему, больше. Больше? Больше. Наверное, лет 15. Хорошо, это тем более, значит. Так, отойдем от собаки, не дашь поговорить. Пойдем туда. Значит, в данном случае меня интересует этот сорт. Когда я был, 6 лет назад. Примерно назад. Вот, Валентина, ваша сестра, сказала, Нины нет, но подтверждаю. Саженцы от господина Железова. Железова. Были очень рясные. Три года назад был очень град сильный. Разбил град. Было видно. Три года назад град был? Да. Три года назад. И что было? Был град сильный. Был сильный урожайный год абрикоса. Градом побило 11 ведер лежало. Зелень ему набрали. Да. Ясно. Теперь скажите. 11 ведер мы граблями сгребали и в ведра вытаскивали. Теперь скажите, если взять по годам, как часто они пропускали плодоношение? Вот, 15 лет назад абрикосы цвели каждый год и каждый год плодили. Вот, я всем говорю, это было. Каждый год плодили. 5 лет, как не стало, мало стало. Ну, то есть пропускали. Есть урожай, но мало. Все понятно. Теперь так. 5 лет назад. Следующий момент. Дело в том, что смотрите. Королевский в этом году пустой. Пустой. А вот этот, кстати, чтобы вы знали, я наконец поднял старый фильм. Я сомневался, Амур или Серафим. А в фильме я посмотрел. Амур, а тот Серафим. Вот. Теперь уже точно. Нет. Вот тот тоже королевский. Вот тут вот был. Здрасте. Да-да-да. Не-не-не, поймите меня, это самое. Вот тот тоже королевский. Вот тут еще было. Кто вам сказал, что он королевский? Ну, вот отсюда. Так, ладно, смотрите. У нас вот тут было дерево. А, вот почему. Дерева не хватает. Да, его вырвали, септик копал. Тьфу, елки. А я поэтому сбился со счету. Для меня раз, два, три. Вы говорили, сестра говорила, что Амур и Серафим. Ну, вот этот день не правил. Тогда получается, смотрите, Амур исчез, а этот Серафим. Это Серафим, да. Хух. Слава Богу. А для меня это, знаете, почему важно? Это нужно науке. У вас они лежат. Вы только это. Вы знаете, вот смотрите. Я работаю не успею. Тут септик, тут септик, яма. Я вижу. Если бы здесь были бы настоящие ученые, они бы вам за каждый из этих плодов, 100-граммовый вот это. Я вешал, вчера я вас висну в один плод. Простите. 100 грамм? 96. Но я-то не выбирал. Вот. Так вот, вот это 100-граммовые плоды, каждый из них должен ставить, знаете, сколько? Сказать? Тысячу. Не рублей. Долларов. Потому что этого не может быть никогда. У нас в Сибири, да? Нет. Этого нет в Москве, этого нет в Мичуринске, понимаете? Я сейчас у меня вебинар завтра. Я завтра покажу фотографию, которую моя сотрудница, громко сказано, помощница, привезла из Мичуринска. Она там была в абрикосовом лучшем саду. В лучшем случае они в два раза мельче. И не такие вкусные. Вы про вкус скажите что-нибудь про вкус, а? Вкус очень сочный, очень приятный. Этот сорт идет для компота. В компоте очень. Понятно. И запашистый. Теперь самое главное, и мы так к этому не подошли. Итак, смотрите. Почему в этом году он чуть ли не единственный плодоносец? Не знаю. Позже все. Позже, да. Он проскочил мимо заморозков. А слушайте, и этот же цвел тоже, а заморозков-то нету, а мы думаем, что он в ноябре замерзает. Нет, 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 нет. Он цвел, но дело в том, что почки были уже подпорчены. Я и говорю, в ноябре замерзают почки, наверное. Ну почему в ноябре? Нет. А мы так думаем? Я говорю для всех, не только для вас, поймите, это фильм для всех. Я объясняю. У нас была, почему в этом году слабый урожай такой. Вот. У нас была особая весна. Очень долго, вспоминайте. Ночью минус 10, днем плюс 10, минус 10. И это обычно несколько дней, а потом переход на весну. Ну, на неделю. А здесь целый месяц, дней 40. И они, смотрите, чуть проснулись, проклюнулось мороз. Проклюнулось мороз, проклюнулось мороз. И подморозило. Да, и уже цвели. Вот там, у соседки, у той, вот тоже. Вообще ни одного. Вот, 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 вот. И там в огороде они насадили штук 5 или 6, большие вот такие. Так вот, еще раз. Итак, в данный момент мы имеем абрикос Серафим. Он, у меня есть фотографии с датами, то есть я же не болтун. Для меня это продолжение истории. Это история садоводства Сибири. Вот, и вы в этом участвуйте. Жаль бесплатного. Еще раз говорю, вам должны по 1000 долларов за каждую кошку заплатить. А уже черенки. Да как кто их купит за 1000 долларов? Должны купить, но никогда не купят. Я по 100 рублей черенки не могу продать. Поверьте. Вот, потом выбрасывают. Ну, ладно, это обиды наши, так сказать, любители. Смотрите. Итак, позднее цветение. Это увеличивает его ценность, так? Убедились, так? Что абрикос Серафим убедились. Теперь так. Я специально на камеру, значит, то, что у вас портится, отдадите, а я заплачу. Вот эти вот, потому что все равно они уже не годятся, они гниют. И те, которые будут, падают и портятся. Мое? Ждут покупать, и я вот это вчера... Нет, покупатели пусть ждут. Я имею ввиду испорченные, которые... Хорошо. Которые побрязывают покупатели. Идет? Идет. Так, ладно, теперь. Так, так, так. А если они... Сейчас, что-то вот... А, черенки. Наступит осень, я приеду к вам, обнимусь, скажу, Ниночка, несколько черенков. Ради науки, уже не ради меня. Я сотрудничаю с этим. Кое-кто все-таки из ученых не брезгует со мной общаться. Что скажете? Несколько черенков? Да. Нет. Я куплю. Я никогда даром не беру. Вот. Когда-то же вы эти купили за деньги. За деньги. Теперь саженцы за деньги. Не помните, по чем? Ой, не помню. Ну, наверное, рублей 300 или 400. Тогда, тогда... То есть, а вы одни из первых. Я бы тогда продавал по 300 рублей саженцы. Да, да. 300-400 рублей. Сейчас вернете эти деньги с лихвой. Так. Я специально на камеру говорю. Я теперь стал богаче. Это, знаете, как... Есть такой анекдот. Значит, старого еврея спросили. Хотите, если мы вас назначим королем, вы же будете самым богатым человеком в государстве. Он говорит, нет, я буду еще богаче. Как? Я еще вечерами шить буду. Так что, да, я специально обнимаю. Вот, подлизываюсь. Подлизываюсь. Я за все плачу. Идет не тысяча долларов, как сами понимаете. Это однажды ко мне позвонит академий на русском. Веря Костянович. Сколько стоит адрес этой самой симпатичной женщины-нины? Я им все припомню. Я им припомню, как мне-то микрофон отключили. А потом скажу, ну, теперь поговорим. А почему они вас слушать не стали? Не верят, что у нас теперь такие яблоки? Я в том фильме об этом показывал. Видите, у вас нет ям. Я же второй фильм вас снимаю. Вот, видите, у вас нет ям. Она до ямы, да? Нет. Они бы давно сгнили, абрикосы. А. И груши. Вот, кстати, груши. Задим бы груши сгнили. Кстати, что? Это же моя груша. Лесная красавица. Да, вот лесная красавица все заболела. Все. А, извините, годы, годы, годы. Это такая беда. Знаете, еще, чтобы последние годы стало больше влаги. М-м-м. Заметили? Вот мы ходим по сырой в земле. Все сырое. Так вот. Это лесная красавица. Меня что удивило? Еще вопрос был такой. Это не прививка ли на ней, вот эта? Прививка. О! А я подхожу, помню, лесная красавица. Думаю, у железа крышу снесло. Вот. А потом, а вот же моя лесная красавица. Ну, интересно, что? Настоящая. Она была очень хорошая. А помните, как мы познакомились? Итак, я напоминаю, я такие вещи не забываю никогда. Я еду, подбираю вас. Вы не голосовали, я всегда подбираю сезенцев. А, вон что. И вы сказали, Валерий Константинович, у меня какие-то огромные груши. Как сорт называется? Разворачиваем машину. Приезжаем к вам, подходим к дереву. А плоды были 500-600 грамм. Вот такие. Покажите руками. Вот такие. Так? И вы спросили, что это такое? А я говорю, что лесная красавица из Бельгии. А я помню, у меня даже есть старый блокнот, я у вас покупала и записала грушу название. Лесная красавица. Вот, так что все честно. А вчера, вас нету, я наглый такой, хожу, подхожу, думаю, какая к черту, а потом, а мне стыдно, я же в лес сижу, я гляну. А все, вы видите, больной. Там вот было все больное, все брызгаем, все больное. Кто прививку делал? Я не знаю. Что за сорт? Кто-то волшебник, смотрите. Ну, правда, грушки я не узнаю. Ну, они такие ранние, уже, наверное, да, они, вон, видите, валятся. А, уже валятся. А, а вот, это, ну, полукультурное, понятно, высока вероятность, что это северянка. Ну, я куда, что здесь? Кто такой волшебник, кто привел? Не помните? Ладно. Так, сейчас отключаю камеру. То, что я хотел, я узнал. Вот. Сейчас начинаем торговаться насчет косточек. Вот этих, которые измели. А вам косточки надо? Да мне косточки надо, поэтому мне не интересует, какие они съедобные. Я так объелся своих. Так. Ну что, пусть меня завидуют. Дело в том, что самое главное, я так и не сказал. Почему я преподнес как сенсацию. Почему я вчера сделал фотографии. Вот. Потому что они по сравнению с маточным деревом, с которого я брал черенки, вот, они увеличились в три раза самые малые. Три раза. А этого не может быть никогда. А теперь скажите, за что меня торнули? Не знаю, за что вас не взлюбили. Ну, наверное, я думаю, что они не верят, что у нас такие есть. А они отказались? Вот обида такая, вот еще запись не хочет. Обида такая, Нина. Представляете? Я уже несколько раз говорил, не могу остановиться, успокоиться. Я подхожу, еще только там люди собираются с диском. Даю компьютерчик, молодой парень. Я говорю, закачайте. Он закачал, диск мне отдал. Все. Когда меня выключили в компьютере, там сидит четыре академика в этом предприятии. Отключили микрофон. Я говорю, ну, хоть фотографии покажите, а зачем же я приехал-то? Вы не заявили. То есть, оказывается, я должен предупредить, что будут фотографии. Хотя все заранее. И вот по таким смешным преддогам не показали вот это вот. А у меня тогда такие были, крупнее было. Вот это 96 грамм я мерил, да? Ну что? А у меня были 100 граммовые на фотографиях. Вы спросили, я ответил. Вот. То есть, самая главная сенсация то, что за эти годы будущие привиты на манчжурские абрикосы, там и следов, конечно, нет. Они стали волшебными. Они вспомнили, знаете что? Ну, кстати, вот это вот так называемая живица. Да, да. Вот так. Почему она вот выходит? Пусть это лечение. Старое дерево. Не дай бог, вот эта дурь всемирная, всемирная, что живицу, да, считают болезнью, заставляют прямо стесывать ее. Нельзя. Нельзя. Это дерево уже себя вылечило. На нем, а кто из, вот, по сути, как вы смели сказать, что слабый урожай? Это что значит? Ну, было раньше больше. Вот. Я когда 6 лет назад делал фотографии, ой, фильм тут, тут такое творилось, ветки лежали на земле. Было урожайно, мы продавали очень хорошо. Да, и Валентина, сестра, тоже говорила. ворота мы не успевали набирать. Так она же с дороги видно-то. Да. А вчера... У нас каждый год были постоянные клиенты, приезжали, видят, что абрикосы, а потом давай долбить ворота, где абрикосы. Вот, 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 вот. Но дело в том, что я только, это несколько дней, и все, эта красота исчезнет. Да, переспеют. Так вот, я это случайно краем глаза увидел вчера. Зашел, потом уже валидол я уже пил там, потому что для меня самое главное, мое доказательство, это уже, может, вам интересно, нет, они не просто увеличились в тирроза, это тенденция к возвращению к райскому саду. Когда-то к нам на землю деревья попали из райского сада. Потом бесконечное размножение семенами, семенами, а я несколько поколений на манджурце, когда они привыкли, они начали возвращаться в себе на историческую родину в виде огромных плодов. Все, теперь начинаем собирать сгнившие плоды. грозы. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok